Представители знака Зодиака РАК, здравствуйте, мои дорогие! Торопрогноз, гороскоп, июль 2024 года, события на пороке, три главных события. Давайте узнаем, какова энергетика июля для планирования дел малых и больших. Позже я составлю планетарный гороскоп и опубликую ссылку во вкладке сообщества. А также, кому интересно, я опубликую ссылки на своей странице в фейсбук. Переходите на мой сайт, он называется astroinspiratione.com И через дефис пишется. И вы можете найти на сайте много интересных статей, я так надеюсь, там и посвященные психологии, нашим психологическим, точнее, состояниям, так и гороскопы. Ну, для вас что-то будет интересное и полное отсутствие рекламы, что делает удобным сайт к прочтению. Мы же с вами идем дальше. События на пороге. Если мы говорим первые две карты, что придет, что уйдет на начало июля месяца, какова энергетика, что будет важным для вас. Давайте узнаем. В июне могли быть задержки, какие-то заминки. И, может быть, в июле уже как-то ситуация будет меняться. У кого-то внезапные были паузы. Вам пришлось решать какие-то те вопросы, которые не входили в ваши планы. Ну, вот что же на июль нам расскажут карты. Итак, что придет? Что уйдет? Имеется в виду не конкретно кто-то придет или уйдет. Может быть, это тот вопрос, который вы сумеете решить в течение июля. В чем-то подвести итог или какой-то результат получить. И три главных события, три карты. Первое. Что для вас, мои дорогие, означает июль? Какие энергии видят карты? И что же придет? Это карта внутренних страхов, каких-то сомнений. Карта негативных эмоций. Вот конкретно. Эмоции. Что такое эмоции? Это то, чего, по сути дела, нет. Есть у меня статья на сайте, которая называется «Неожиданный поворот судьбы». И, по сути дела, я там рассматриваю как раз вопросы рационального отношения к самому себе. В нашей жизни очень правильно разграничивать, что есть эмоции, что есть разум или сознание мы называем, что такое интеллект и что такое чувство. Вот это четыре вот этих основных момента не стоит путать. Почему? Потому что тогда жизнь наша более запутанная. И, может быть, вам как раз что придет? Вам придется все расставить по местам. Ведь по этой карте у нас одно только, как совет идет, не мешай себе, открой глаза. Вот вам надо открыть глаза на происходящее. Мы можем себе что-то надумать. Мы можем, кстати, как и через какую-то призму неправильных линз видеть обстоятельства нашей жизни. Для кого-то прежде мы могли видеть через розовые очки. А реальность нас возвращает к тому, что есть на самом деле по факту. Вот вам надо с чем-то определиться. У кого-то из вас конкретно инсомния, она даже прописана в карте, бессонница. Может быть, вопросы здоровья, когда придется заниматься. И если есть бессонница, и она уже приняла какой-то хронический характер, мои дорогие, то тоже надо о себе подумать. Может быть, достаточно вечерних прогулок перед сном и восстановится сон. Или, если это длится долго, может быть, и обратиться к кому-то врачу. Психотерапевты как раз оказывают поддержку по части бессонницы. Вот какое-то перевести ваши сомнения или все то, что касается каких-то минусовых эмоций, перевести в рациональное русло. Если имеют под собой какие-то конкретные вопросы к решению, значит, их нужно закрыть, решить. Или, если это не в вашей плоскости возможности находится, значит, откройте глаза. Какая-то есть реальность. Вот какая-то подобная задача может быть в июле. Что же уйдет? А вот вы как раз и закроете. Как будто справитесь с какими-то негативными эмоциями. Посмотрите две карты. То есть, может быть, за июнь сложились какие-то обстоятельства. И ведь это не обязательно по части личной жизни. У кого-то это по работе могут проиграться. Или одно какое-то мелкое событие, но которое в вашей душе оставило глубокий след. Вот что-то идет совершенно не так, как вы хотите. Пусть это новость какая-то, которая тоже вас может застать врасплох. И вам весь мир окрасится в черные тона. Или уже окрасился. У кого-то так проиграется. А посмотрите, в этой колоде карт – это таро поддержки ангелов, патронажа ангелов. И если на девятке мечей или девятке воздуха нет ангелов, нам говорят, сам ты должен себе помочь, открыв глаза. Все, нет других вариантов. А здесь два ангела успокаивает. И это то, что уходит. Правда, это печаль сама по себе называется. Она уходит. Потому что реальность, она вас переворачивает в какое-то иное русло, заставляет быть реалистом. По этой карте могут проходить какие-то потери или вот это разочарование. Потому что вы что-то утратили. Нет какой-то либо прежней возможности. У кого-то, мои дорогие, это касается людей. Опять же, меня смотрят люди из разных стран. Но это то, что мы не можем вернуть назад. Это то, что от нас не зависит. И все равно, открой глаза, нужно быть реалистом. Понимаете? Каковы бы ни были эмоции, мои дорогие, пусть они тяжелые. Они не должны вас поглотить. Вы не должны уходить из реального мира только лишь потому, что вы что-то не можете изменить. Как-то переиграть. И по этой карте у кого-то ссоры, мои дорогие, тоже могли быть. Потому что это еще карта прощения. Прощают нас, и мы прощаем кого-то тоже. И по этой карте конкретно проходит выздоровление. Вот это самое душевное выздоровление. Ну, какой-то июль будет временем нового понимания, нового поворота к совершенно иному качеству жизни вашей. Давайте посмотрим, что же за события. Вы будете определяться по части партнеров. У кого-то по бизнесу, может быть, партнер подвел. Или человек, от которого вы меньше всего ждали каких-то подвохов, повел себя очень некрасиво. Или вот теперь вы будете искать либо нового партнера, либо даже бизнес, если мы говорим. Или просто решать какие-то вопросы, которые будут связаны с согласованиями, контактами с разными людьми. И вам придется быть дипломатом. Вот об этом тоже нам говорят партнерские ваши отношения. От того, кто рядом с вами, от этого зависит прогресс, ваш успех. Отчасти, конечно, и по личной жизни. И если какая-то была грустная история, это не значит, что мы должны закрыться от мира и пребывать в состоянии глухого одиночества. Нет, наоборот, открыться миру надо и выстроить какую-то более счастливую новую историю. Даже если очень больно и тяжело. Но все же нам ведь и говорят прощение, выздоровление. Простить как себя, так и других за какие-то прежние ошибки. Так, не ту колоду карт взяла. Заговорилась, мои дорогие. Ладно, давайте раскроем двойку жезлов. Это может означать какая-то развилка судьбы. Но в этой колоде карт нам больше говорят конкретно о партнерских отношениях. Есть как минимум один человек, который с вами заодно. Который может быть для вас надежным помощником и другом. Соратником может быть и так. Итак, чем же дело кончится? Вот какой-то ваш вопрос. Ну, может быть, вам и придется решать некоторые дела, ваши задуманные намерения посредством согласования в высоких инстанциях. Может быть, для кого-то и в налоговую отправиться. Или разобраться с чем-то, если у кого-то по части личной жизни тоже какие-то вопросы. Когда вам потребуется консультация специалиста, юриста. Как в отношении вас работает закон узнать. Или провести какие-то согласования. Карта, кстати, говорит, чем дело кончится. Дело кончится, когда ты будешь реалистом. Когда откроешь глаза. Тут не время, когда выпадает король мечей, не время для эмоций вообще. Больше хладнокровия. И по факту мы учимся жить по этой карте. Конечно, по этой карте проходят иногда люди в погонах. Проходят люди в форме. Имеется в виду даже врачи, например. И у кого-то из вас, если какая-то ситуация, как новость приходит по части вашего здоровья. Или вы чувствуете недомогание. Нужно обратиться, опять же, к специалисту. Не строить домыслы, а разобраться, пройти, может быть, обследование. Потому что какой-то субъективизм, понимаете, вот как эмоциональная ваша задействованность в каком-то вопросе или какая-то эмоциональная напряженность, она должна уйти из вашей жизни. Именно потому что существует какой-то реализм, объективизм. И он вас подталкивает принять новые правила жизни. Может быть и так. Для кого-то может проиграться, когда вы дома реструктурируете, улучшаете дом и можете приглашать специалистов. Тут проходят люди, работающие с металлом. Ну, у кого-то стоматолог буквально, а кто-то дома будет какой-то генеральный ремонт делать. Вот эту карту в самых разных проявлениях объединяет только одно. Логика, рационализм. Чем дело кончится? Оно кончится, когда вы посмотрите как-то так со стороны на ту или иную проблему или на вопросы и отношения. Чем сердце успокоится? Сильная позиция. У вас сильная позиция. Это может, кстати, означать, мои дорогие девочки, ваша сильная позиция. Это к вам кто-то может проявлять знаки внимания. Кто знает, может быть вот такой человек, и вполне вероятно, он рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы весы водолей, или имеет там асцендент, или по луне. Вот, кстати, по луне, мои дорогие. И это вы будете привлекательны, и человек будет иметь страстное желание быть рядом с вами. Правда, мои дорогие мужчины, это у вас может быть какая-то огненная женщина, которая заполняет все пространство вашей мечты. Может быть и так. Это желание быть с ней и так может проиграться. Но и в целом все же мы рассматриваем Аркан по энергетике. И эта карта отчасти имеет такую же энергетику, как у мага. И правильно решаем мы вопросы. С одной стороны, эмоций не должно быть. Вот посмотрите. Прекрасная дева на цепочке. Короткой, кстати, достаточно цепочки держит льва. Лев про образ наших эмоций, опять же. И нам говорит карта, держи эмоции на коротком поводке. Они тебе не должны какой-то рационализм и логику испортить. И значит, если есть вопрос по части отношений в паре, к примеру, в личной жизни, то здесь тоже что-то должно быть решено. С одной стороны, рационально. С другой стороны, быть великим дипломатом определенно стоит. Удерживать какие-то ваши сильные позиции, быть, ну, начеку тоже стоит. Но что бы вы тут не задумали, мои дорогие, быстро вы решите какие-то нюансы, которые были связаны с эмоциями. Это факт. Но как будто пройти через это придется. Не одна карта нам уже об этом говорит. Может быть, и есть события, новость, которые вам нужно прояснить, выяснить, что на самом деле может быть с конкретным человеком. Давайте карту совет. Вот правда, тут тройка у нас мечей и пятерка кубков – это тоже разочарование. Уйти от разочарования, увидеть, что есть что-то доброе, хорошее. У кого-то могла быть ссора. Вот просто. Именно из-за недопонимания, из-за какой-то ерунды. И тогда карта говорит о прощении. Двое не поняли друг друга, потому что, ну, у каждого вот какое-то свое представление. И дело-то ведь не в том, счастье наше строится не в том, что мы кому-то что-то доказываем, или, ну, вот, чтобы кто-то прогнулся под наше видение. Мы тоже не должны прогибаться. А вот как раз отношения строятся на искренности, когда мы допускаем, что у нашего партнера другое видение. У него другой характер. Он по-другому вообще видит мир. Он другой, мы его не должны менять. А он не должен менять нас. И вот увидеть то возможное, то, что еще имеет смысл сохранять. Сохранять стоит. Как-то рационально подойти к решению какого-то вопроса, чтобы не было какого-то разочарования. И карта говорит, не сиди в апатии. Тебе правда нужно решить какой-то вопрос. И заново, снова и снова к чему-то не возвращаться. У кого-то из вас история не нова. Она где-то повторяется. И поэтому не стоит основываться на наших прежних ощущениях. Потому что это где-то ошибочно. Второе событие. Давайте посмотрим. Ох, какой-то план. Король жезлов, король огня. Но по этой карте проходит духовный лидер, проходит харизматичный лидер. Это карта инноваций, каких-то важных для нас решений. Но пока карта не несет в себе действия. Значит, какое-то важное решение конкретно, которое будет, может быть, по части дела работы, бизнес и деньги, когда вы свою новую стратегию, тактику будете отстраивать. Или, в принципе, решать какие-то злободневные задачи в течение июля месяца. Или анализировать вот те события, которые сложились на данный момент. И куда я направляюсь, в принципе. Для кого-то из вас это будет построение карьеры. Или как-то организация вашего бизнеса, вашего дела, вашего творчества тоже по-новому. Это может быть встреча с таким человеком. Или, может быть, он у вас уже есть такой человек, как партнер. Может быть, просто новый человек, который появляется в вашей жизни. И он будет рожден по знаком зодиака, стихии огня. Овен, Лев, Стрелец. Или имеет там асцендент. Или он сам такой харизматичный, притягательный. Как знать? Вот, кстати. И не обязательно, что это мужчина будет. Мы ведь смотрим энергетику. Чем дело кончится? Вот какие-то ваши важные решения. А тут прямо как жизнь с чистого листа. А вам придется какой-то хаос упорядочить, мои дорогие. Сама по себе карта нулевого аркана, хаос перед началом творения. Творение еще не началось. А вот причесать какую-то неразбериху вам нужно. И для этого, опять же, важно быть реалистом. Чем дело кончится? Оно не кончится. Тут что-то на пороге чего-то нового. У вас перемены какие-то в июле месяца, которые зависят от того, наскольким реалистом вы будете. Поэтому тут не время для эмоций вообще, так и не время для риска. Но это всегда карта чего-то нового. Это значит, есть возможность решить очень много вопросов, но в каком-то другом ключе, так как вы раньше не решали. Или организацию своего дела, как там бизнеса, обустроить по-другому. Или если вы работаете в организации, решить, я буду строить карьеру, потому что больше возможностей, больше денег, больше каких-то ресурсов у меня будет в руках, и я хочу что-то осуществить. Намерения у каждого разные, но это сама по себе карта возможностей. Да, научиться плавать в этом хаосе. Я вспоминаю слова Эйнштейна, который говорил, только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. Вот вам придется над этим хаосом буквально господствовать. Тут не кончается, тут что-то начинается, но наш шут, обратите внимание, жонглирует всем зодиакам. Придется быть великим манипулятором, хотите или нет, потому что что-то согласовывать, что-то решать. Но первый шаг, это вот именно себя, как будто начать придется, увидеть реальность. Чем сердце успокоится? Да, вот это, знаете, как ваш какой-то путь или осуществление намерений. Отшельник – это, с одной стороны, Дервиш, для кого важна именно идея, духовность, какая-то цель главная. Он ни на кого не надеется, и это его сильная позиция. Его невозможно купить, его невозможно расстроить, вот никаким негативом. Даже если кто-то ляпнул какую-то дурацкую фразу, он не примет на свой счет, потому что он понимает, ничто так не постоянно, как людское мнение. С другой стороны, его невозможно купить, налезть, потому что он тоже понимает, что есть какая-то выгода. Я люблю эту карту за то, что никто не мешает, и у вас вот ваше намерение. По сути дела, нет ограничений. Главное только, чтобы было увязано с законом, с какими-то нормами, правилами, но в принципе, надеемся сами на себя, и пусть какой-то путь вам придется даже пройти, в одиночку. Вот какое-то дело вам нужно совершить, но это как ваш жизненный путь. Какое-то очень важное решение. Посмотрите, как харизматичный лидер решает для себя стратегию, тактику на последующий момент. Он готов корректировать свои планы, потому что он реально видит, что происходит вокруг, и правильно оценивает свои возможности. И к чему-то он готов на последующий период. Ведь в руках отшельника фонарь – это прообраз нашей интуиции. И фонарь включается по преданию вовремя, тогда, когда необходимо. Включился фонарь и змея. Поэтому вам придется действительно какие-то планы корректировать, потому что будут либо люди ставить в тупик, либо теперешняя какая-то ситуация, которая на начало июля у вас, может быть, с июня тянется, или, может быть, даже раньше. Она как раз и вынуждает вас быть готовым вот к этой коррекции, что, ну, мне лучше что-то исправить, чем что-то разрушить. Мне лучше скорректировать, но мой план останется неизменным. Вот как-то так у вас два старших аркана. Что же как третье событие? Ну, вот это когда мы точно знаем, как нужно поступать, куда нам нужно идти, в каком направлении двигаться. Это когда как Эврика, как наше внутреннее понимание, что, ух ты, елки-палки, был какой-то стопор, был какой-то тупик, а теперь я вот как ноу-хау знаю как. Это карта креативности, это карта создания в принципе энтузиазма и нашей собственной моделации от всего того, что вот я перечисляла по прежним картам, это как новый старт. Давайте мы с вами узнаем. Это новые возможности, это ваше окончательное решение. И если прежде была еще какая-то путаница, а вот тут вы с чем-то определитесь. Что важно знать, хотела сказать, а у вас выпадает карта императрица. и на кону вопросы личной жизни у кого-то, мои дорогие, правда, перевод, да, на новую ступень отношений, была дружба, может быть, и был какой-то конфликт, то здесь вы примиритесь, это будет важно в течение июля. Или как-то по-другому, тут у каждого по-своему, вы оцените свои собственные возможности. Да, по этой карте тоже креативность некоторым образом идет. С одной стороны, мы говорим императрица плодовита, и для кого-то из вас, мои дорогие девочки, это я жду ребенка и организация жизни по-новому. И но для всех, и для мужчин, и для девушек, это карта нового я. Это плодовитость, как новые планы, которые как раз ждут своей реализации, и вы точно знаете, как поступить. Когда меняется кардинальное качество жизни, уверенность, радость, благополучие, чем дело кончится, смена статуса, и у кого-то получение новой должности, а у кого-то организация личной жизни по-другому, а у кого-то и бизнес будете свой, или дело, или творчество, или карьеру строить, и одновременно решать вопросы личной жизни. И все это к успеху, даже если приходится пройти какой-то сложный путь. Результат того стоит, чем сердце успокоится. нечего добавить, сердце успокоится. Получением денег карта самодостаточности, пусть кубки, но это конкретно денежная карта, я называю ее картой эгоиста. То есть, когда мы с собой довольны. мы эгоисты, потому что в принципе нас все радует, по крайней мере, в каких-то основных позициях и рядом с картой императрицы, да и новые какие-то начинания, безусловно, вдохновение и уверенность в том, что я все делаю правильно. И в завтрашний день есть возможность смотреть тоже более уверенно. Это, по сути, как и якорь сегодняшнего дня, и якорь завтрашнего дня. И вот про якорь завтрашнего дня. Девятка, мои дорогие, по нумерологии это всегда преддверие перемен. Это вы стоите на пороге и в последующем вокруг что-то будет меняться. И нам карта говорит все сохраняй, организовывай. Вот принял решение или ввела какие-то организационные поправки и потом нужно это сохранить, потому что что-то будет меняться, может быть, в событиях, которые приходят извне. И вот этот якорь, он вам будет помогать, и в последующий период жизни что-то отстроить для себя с большим плюсом. Как и в личной жизни, так и по части денег, так и по части вашей занятости. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.